Всем привет из Берлина, с вами Елена. Сегодня 13 декабря, сегодня у нас третий адвент. Мы зажгли третью свечу на своем рождественском венке. Это свеча любви. Каждый может по-своему растолковать это. Любовь к своему ближнему, любовь. Мы знаем, это все, что нас заставляет жить. Имеет смысл. Любовь к детям, любовь к хобби, любовь к всевышнему, то есть любовь. Это третья свеча. Но также я хотела сегодня еще рассказать про рождественскую выпечку, рождественский как бы кекс. Это штоллен. В ряду традиционных зимних лакомс, штоллен, особенно популярная в Германии выпечка. И штоллен может похвастаться многовековой историей, богатой на разные курьезы. Штоллен – это кекс. Он такой продолговатый в форме. Вы вот видите, у меня их на столе я разложилась. Этот я испекла сама. Это мой маковый такой кексик. Вот такие вот кексы. Это масляный с миндальными орехами. Здесь вы даже вот видите, он такой классический, просто с сукатами различными. Потом небольшой есть такой кекс, просто мы только с дочкой любим с марципаном. Поэтому мы купили вот таким вот маленький кусочек. И знаменитый вот дрезданский штоллен. Его мы берем каждое рождество. Он бывает в разных упаковках. Бывает в металлических коробках, бывает в деревянных коробках. Мы разные брали, но вкус везде один. Просто зависит, в принципе, от оформления, в принципе. А штоллен дрезданский, он на вкус как бы везде одинаковый. Также я выпекала творожный штоллен. Они бывают всевозможные. Бывают, я не знаю, с шампанскими, с разными орехами. Ну, всевозможные теперь они бывают. Единственное, что в продаже нету маковых в магазине и творожных. Я не знаю, может быть, они скоропортящиеся. Но почему-то в магазинах нету. Если это только от, по-моему, фирмы Белла называется. Они маленькие упаковочки. Но это больше похоже действительно не на кекс, а на штоллен. А так, маковый и творожный, это тоже такой классический рецепт, его можно купить только на рождественском базаре или вот в ларьках вот этих вот, которые ставятся под Рождество на площадях в городе. Я знаю, что вот килограмм макового штоллена стоило где-то, я сейчас не помню точно, 11-15 евро килограмм. Потому что, ну, наверное, приготовление плюс сами индигренты. Поэтому цена очень большая. А так, оформляют их тоже по разуме. Я купила в обычных магазинах у нас. А есть они продаются как подарочные упаковки. Я говорю, они всевозможные. Могут быть деревянные, картонные, разные-разные. Это может быть как подарок, как презент, если кто-то кому-то на адвен пришел в гости. То есть рождественский десерт на каждом адвенте и на Рождество – это штоллен. Ну и, как всегда, я хотела углубиться немного в историю. Штоллен – это кекс продолговатой формы с большим содержанием пряностей. Вот я поставила специально здесь перед вами баночку с пряностями рождественскими. На ней даже написано «рождественские пряности». Эту баночку можно купить в течение года. А вообще к Рождеству у нас появляются целые полки специальные с рождественскими пряностями для различной выпечки. Я уже как-то говорила в каком-то видео, что немцы очень любят печь. И не только старое поколение, и молодое, и не только женщины, но и мужчины у них очень любят печь. И поэтому сейчас даже некоторые какие-то орехи даже не успевают в магазин поставлять. Я, допустим, вчера не смогла в нашем магазине, он довольно большой, купить мак. Его просто не было. Все сорта мака были разобраны. Я купила его в следующем, в другом магазине. У нас частный сектор, и много живет, наверное, людей в возрасте, они очень вообще любят этим заниматься, выпечкой. То есть к Рождеству у нас очень много всевозможных пряностей появляется рождественской. И разных, знаете, чаев с разными такими рождественскими запахами и привкусами. Это, знаете, запах больше корицы, цедры лимона, апельсина, что-то вот такое. Так же, что ли, добавляется помимо пряностей для выпечки изюм, орехи, цукаты. И он обильно посыпан, вот вы видите, сахарной пудрой. Вот такой вот. С виду он должен напоминать завернутую белоснежную пеленку новорожденного Иисуса. Эта рождественская выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. А еще, вы видите, он не имеет такую круглую форму. У него он как бы завернут в виде горба у него. Это напоминает как бы горбы верблюда, на котором приехали волхвы посмотреть на новорожденного и поприветствовать новорожденного Иисуса Христа. Как я уже сказала, вот этот незамысловатый вкус конечного продукта не отвечал требованиям изысканных желудков знати. И вот в 1430 году Курфюрс Эрнест Аксонский и его брат герцог Альберект обратился к папе римскому Николаю V с просьбой разрешить использовать при выпечке Штолина сливочное масло взамен рапсового. Его пресс-вещество, однако, не внял просьбам черевоугодников. И лишь в 1491 году тогдашний глава католической церкви Иннокентий VIII разрешил в специальном послании, известном как масляной декрет, принимать в пищу во время поста сливочное масло и пить молоко. Правда, взамен полагалось внести определенную сумму в пользу церкви. И хотя масляное разрешение распространилось изначально только на знать, пекари по всему и по-своему истолковали послания папы и отныне стали сдабривать тесто для Штолина из рядной порции сливочного масла. У него действительно нет очень много сливочного масла. Сегодня оно требует не менее 3 килограммов масла на 10 килограммов муки. Ну, в домашних условиях мы, конечно, не готовим такое количество. Предание гласит, что идея добавлять в рождественский Штолин измельченные цукаты, орехи и изюм, туда же также добавляется ром, коньяк для выпечки, в принципе, это как бы, ну, можно сказать, обязательное правило. Так что оно принадлежит придворному пекарю Генриху Дроздо из саксонского города Торгау. Именно он и создал тот вкус Штолина, который сегодня известен Германией каждому. Впрочем, существует множество разновидностей Штолина, как я уже повторюсь, порожный, маковый, миндальный, ореховый, марципановый, но, пожалуй, самый вот известный, это действительно Дрезденовский Штолин. Он отличается особо высоким содержанием масла. Называние Дрезденовский оригинальный Штолин, оно запатентованное. Так называются только те рождественские кексы, которые действительно изготовлены в Дрездене или в его окрестностях. Столицей Саксонии Штолин стали называть, ну, называли раньше Штрицель. Именно поэтому традиционный рождественский рынок Дрездене носит название Штрицельмарт. То есть рынок, где продают Штрицели. Он существует уже с 573 года уже. И официально является самым старым Германием. В Дрездене Штолин имеет особую историю. С 1560 года саксонские пекари дарили курфюрсу, ну, как бы царю, да, перед Рождеством два Штолина, каждый длиной в полтора метра и весом 18 килограмм. Эскорт восьми пекарей и восьми подмастерьев доставляли нелегкую ношу в замок. А в 1730 году по велению Августа Сильного курфюрса в Саксонии короля Польши был испечен Штолин, который весил 1800 килограммов. Над его изготовлением целую неделю трудили 100 человек. Для выпечки пришлось построить специальную печь, в которой гигантский Штолин провел 6 часов. Зато более 20 тысяч гостей смогли отведать по кусочку огромного лакомства. И разрезали легендарный Штолин специальным ножом, длиною где-то в 1,6-1,5 метра, чуть больше. Вот такой нож. И существуют специальные ножи для Штолина, в принципе, в быту их не используют, но они находятся в музее, в Дрездене. Еще одна особенность Штолина – это лишь через несколько недель после выпечки он приобретает оптимальный вкус. Именно тогда все индиагриенты пропитываются, и тесто создает тот неповторимый аромат и вкус, который делает его столь популярным. Сладкое вот это искушение нам создает. Оно действительно так, потому что еще, может быть, там, я не знаю, вот эти, изюм он перемешан в коньяке или в роме. И вот он должен настояться. Хранится вот такой вот рождественский кекс до трех месяцев. Обычная упаковка вот написана до марта. После марта уже мы кексы не увидим в продаже такие Штолины. Как я сказала, они продаются даже такие железные упаковочки, ящички, и они даже заводятся с музыкальными. Такой красивый, как бы, подарочная упаковка. Я упоминала, что еще существует шампанский Штолин. Это молодой вид Штолина. Он появился лишь в 2003 году. Он отличается тем, что изюм в течение ночи вымачивается в шампанском. То есть каждый год придумают какие-то новые сорта Штолинов. И удивляют нас своими, я не знаю, вкусовыми гаммами, нотами. Пожалуй, на этом достаточно на сегодня. Я рассказала про нашу выпечку рождественскую в Германии. Желаю вам всего наилучшего, всего доброго и, конечно же, здоровья. Будьте здоровы. И всего вам хорошего. До встречи в новом видео. Пока! До встречи в новом видео. Вот такой замечательный, испекся у меня творожный Штолин. Сейчас он маленько подостынет и можно будет пить чай или кофе. Кому что вздумается. Такой вот он в разрезе. Но, по сути, он должен еще недели две полежать, чтобы он как бы дошел или настоялся. Потому что изюм, который там внутри, и орехи. Но изюм, он был в роме. Настаивался. И поэтому, наверное, чтобы нужно время, чтобы он был еще вкуснее. Это все для рождественской выпечки. Посмотрите, сколько. Это ваниль, гвоздика, корица, что тут весь есть. Ну, разные. Для имбирных пряников. Еще все такое. Теперь немножко важно.